МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свежие новости от Одинцовской недели. В федеральное известие Владимир Путин отдал распоряжение вернуть в программу средней школ уроки черчения. Они, кстати, из школ и не уходили, поскольку преподавались в рамках предмета технология. А еще планируется заместить такси и автомобили каршеринга на российские марки. По дорогам Подмосковья колесят более 90 тысяч такси. Главная региональная новость и тема номера – конечно, обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям области. Свои комментарии к этому выступлению в нашей газете дают глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, депутаты Мособлдумы Лазутина и Голубков, а также жители нашего округа и общественники. 30 лет исполнилась Одинцовская торгово-промышленная палате, объединяющая в своем составе главные производительные силы округа, предпринимателей и бизнесменов. Юбилей они решили отметить спортивными соревнованиями на территории парка «Патриот». 6 июня – день русского языка. Дата празднования привязана к дню рождения Александра Пушкина, детство которого тесно связано с селом Захарова и усадьбой Большие Веземы. Традиционно дата отмечается в этих местах широкими народными гуляниями. Наши корреспонденты на них побывали и дают на страницах газеты полный отчет. В памяти нашего земляка, поэта Владимира Наджарова, жившего в Ново-Ивановском, посвящен выпуск сборника стихов «Последняя свеча», о котором рассказывает наш народный корреспондент, член Союза писателя России Татьяна Шведюк. И Владимир Ваганович, и его замечательная творческая семья были добрыми друзьями нашей редакции. О героине подкаста «Сами мы не местные» Одинцовского информационного центра стала москвичка Елена Борисова, выпускница музыкального института имени Гнесиных. Родилась она действительно в Москве, а вот ее родители происходили из села Успенское. И надо же такому случиться, что судьба описала круг, и Елена вернулась в родные края, но уже в качестве директора культурно-досугого центра имени Иосифа Кобзона. Происшествия недели связаны с детьми, и, к счастью, закончились они, благодаря умелым действиям Одинцовских спасателей, вполне благополучно. В горках десятых мальчуган засунул палец в элемент детской игровой площадки, да и застрял в нем. На выручку прибыли спасатели. А вот девочке, катавшейся на велосипеде у жилищного комплекса «Довинчи», помог сотрудник ТСН. Когда нога девочки попала между шатуном педали и рамой, он взял ножовку и вызволил ребенка из капкана. Вот такие новости у нас сегодня для вас. Свежий номер Одинцовской недели ищите на наших стойках. Ну, а если не достанется, то читайте нас в интернете. Вот наш сайт. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok